Волчевск Бенеджа Один казак Витя Это наш дед Он возит хлеб Это механик Механик Помощник механика Это наш пожарник Вот Заместителя он притянули Привезли гуманитарную помощь из России благодаря помощи и средствам Подольской железной дороги. Андрей Валентинович, это российский меценат, привез 300 маск-халатов, потом 10 ящиков конфет, 10 ящиков печенья, апельсины, мандарины, 100 наборов конфет для детей, каждый по килограмму. И еще берцы 50 пар, тельняшки 50 пар, сигареты еще и консервы овощные. Вот это все забито вот в эту машинку примерно под 400 килограмм. Ну да, тут сидеть невозможно в этой машине, по большому счету, на переднем сидении. Парни раздают хлеб по пути людям, которые остались без средств к существованию. Вот женщины выходят на дорогу, у кого нет денег, и проезжает автобус, в котором парни везут хлеб, и раздают всем хлеб. Все бесплатно, абсолютно. Да куда ж ты пошла? Иди сюда! Мы с ними, мы с ними, мы второй конвой! Возьми шоколадку! Да ну не тормози, нам же ехать. Да, иди быстрее! А это Жека, он увидел женщину, у которой нет денег на хлеб. Решили мы угасить шоколадкой. Возьмите, пожалуйста, с Новым годом вам! С Новым годом! Из-за того, что начались бомбежки, ломоводки, вергулевки и прилегающих поселков Комиссаровки, с полей не убран урожай подсолнечника. Вот мы сейчас едем, не убраны... Открыть? Не надо, оно через стекло видно хорошо, а то ветер будет задувать. Не убран урожай подсолнечника вообще. И что теперь мы будем перемалывать на масло, остается большой вопрос. Вот, а у нас есть училище, где в данный момент находятся 15 детей-сирот. Мы сейчас туда поедем раздавать подарки. У этого училища, когда нацики заняли Дебальцево, на полях остались стоять два комбайна, принадлежащих училищу. И забрать теперь их не представляется возможным. Училище реально осталось без средств к существованию и без инструментов для достижения этих средств. То есть это аграрное училище. Ребята в качестве практики работали на полях, осваивали поля, ну учились там сеять, жать. Вот, и теперь у них просто нету для этого оборудования. Если есть неравнодушные заводы по изготовлению сельхотехники, то после войны, может, они подарят эти два комбайна этим ребятам. Шахта Вергулевская. Эту шахту нацики разбомбили. Слава Богу, что на тот момент там не было шахтеров в подземелье. Ремонт шахты произвести не имеется возможности, потому что периодически ведется обстрел в Вергулевке. Мы приехали на Вергулевку. Это наш атаман. Я атаман. Андрей Валентинович, мы сделали. То, что вы переживали, что оно не дойдет, а потеряется где-то на бескрайних просторах. Сейчас он, видите, мы работаем. Ну да, понял. Сейчас будет ответка идти. Да, сейчас вот стреляют минометы, мы сейчас быстро разгружаемся. На Конокрадовку мы не сможем заехать, поэтому... Поэтому мы сейчас выгрузим для разведподразделения Конокрадовки все продукты и маскалаты здесь. Продукты, принимайте, давайте. Трюк, давай организовывайте. Давай, людей, людей. Это маскалаты. Тут на боку написано сколько. Белая горка еще есть. Белая для разведки. Вообще шокарно. Немножко доделки липучек. Липучек для обозначения подразделения шевроны на рукавах. Вот для шеврона вот таких, для таких нашивок, надо вот здесь пришивать липучки на рукавах. У них шевроны на липучках. Вот она, вот она липучка готовая. Сразу, это к шеврону приклеивается, и готовый шеврон потом раз. Вот таким образом пришивать нашивки на форму нужно. Когда втирку издаешь, его раз, оторвал, а то отпарывать приходится. Да, да, а то приходится отпарывать. Плюс карманы, желательно больше нагрудные карманы, чтобы были. Карманы по глубже, именно глубокие карманы. Глубокие, их замкал, на груди карманы. Да, чтобы можно было туда ложить и не прижать, потому что мелкие карманы никак не едут. А мы потом углубляем их, подшиваем. Еще одна теплая куртка, типа бушлатика. Да, короткий бушлат. Вот. Все, дед, тебе понравились подарки из Харбатовска? Да, спасибо, очень большое. Поклону вам, ребята, спасибо. Спасибо. Так, идем смотреть, как масс-халат сидит. Давай. Я же тоже первый раз, я же думаете, швеня, что ли. Масс-халат для разведчика должен быть немного свободнее. Конечно. Вот, потому что он одевается на бушлат сверху. Конечно. И он должен быть, как минимум, размеров, то есть это должны быть 60-е, 64-е размеры масс-халатов, не меньше. Вот, это очень маленький. Ну, ничего. У нас маленький тоже есть. Еще просили сделать прорези вот здесь, для того, чтобы человек мог пользоваться своими собственными карманами в этом, в разгрузке. И вот здесь сбоку. Сбоку разрезы такие, чтобы можно было в карманы. В свои карманы, то есть сбоку. И делать не на резинках все это, а на веревочках. Вот. Такой масс-халат. Шапки у нас есть. Белые, зимние. Нам нужны балаклавы белые. Вот именно под вот эти масс-халаты. Вот. Девчонки. Печатки белые нужны. Каховка привет передает. Я из Каховки. Краснодарская область. Каховка передает привет всей Каховке. Восемь месяцев. Держитесь, ребята. Мы скоро будем. Сейчас идет обстрел. Нацики обстреливают позиции парней на Вергулевке. Смотрите, на чем мы на разведку ездим. Вот водитель машины. Расскажите, что это за машина? Это машина самая классная машина. Вон, автобус. Сушечка называется, любимая. А где вы ее взяли? Где взяли? Укропа. А сказали, на ней какие-то памятные надписи есть. Покажете? Есть, покажем. Это КамАЗ? Это Супер МАЗ. Супер МАЗ. Солок обрезанный. Вот. Вот. Заходите, смотрите. Это наша ЗУшечка. А что ее тянули, да? Она вытягивает бочку? Да. За горлом. Это кто? Кто с какого города, полчевцы, тот и писал за свой город. Интернациональный МАЗ, Супер МАЗ. Смерть фашистов. За Алчевск. За Северск. Прописка была, миста Киев, Волосиевский район. У меня техпаспорт на него есть. Вот. Это украинская была, укроповская машина. Мы ее забрали вместе. Во пасаран. 469-е и 450-е таблетки. Катастрофически не хватает этих УАЗиков, которым лет 15-20, которые там 50-150 тысяч стоят. Не на чем ездить, не на позиции, не просто по... Хлеб разводить, продукты, да. Да, вот солдатам продукты. Дизельные УАЗы-патриоты. Начали делать итог плачевный. Их просто нет. Это говорит о том, что нет патриота. Мы подъехали к этой школе-интернат. Мы о ней уже делали репортаж. Тут 15 детей, которые нуждаются в помощи. Они сироты. Привезли новогодные подарки. Ну, всем там достанется. Там 90 подарков. Там конфеты, печенье, шоколад, апельсины и прочее-прочее. Не успели мы 31-го приехать. Там погода и все такое. Ну, первые приехали. Позови ребят, пусть они живут. Распакуйте подарки, покажите, что там лежит, пожалуйста. По 5 мандаринов, апельсинов, шоколадные конфеты, шоколадка. Позвольте, вот так, видите. Сидели 2 дня собирали, вручную. Ой, спасибо, они как-то будут такие, ну, хорошие. Привезли на 100 человек. У вас же если 100 было, ну, все, все. Да. Вам понравились подарки? Спасибо. Мы сейчас подъезжаем к комиссаровской зоне. Это исправительная трудовая колония была. Здесь у нас подразделение, ребята находятся, разведчики. Вот, мы сейчас привезли им конфеты, печенье, в общем, сладости на Новый год. Сегодня 1 января 2015 года. Это наша Нива разведчиков. Машина попала под минометный обстрел. Вот такая дыра у нас в крыше. Это от осколка снаряда. Вот такая дыра. Подарки. Новогодние подарки для детей. Тут же интернат, просто часть детей в одном месте, 15 человек. 75 в другом месте. Сейчас выгрузим для 75 деток. Ну, все. Пожелаем им Нового года и поедем. Это маск-халаты, ребята. Это нам. Но они маленького немного размера. Вот я хочу вас снять, чтобы девочки на швейной фабрике видели. Вот снизу нету никаких резинок, есть наколенники. Он на молнии, маск-халат. Вот они прорези для внутренних, для того, чтобы пользоваться теми внутренними карманами, которые есть в форме. Вот. Покажи еще вот здесь прорезь. Вот здесь вот прорезь для того, чтобы пользоваться внутренними карманами в штанишках. Вот так оно сделано. Девчонки, обратите внимание, пожалуйста. Ух ты. Трофей. Трофей. Вот. Обратите на это внимание. Маск-халаты чудесные, но немного надо их видоизменить. Вот так выглядит маск-халат. Значит, я комиссар добровольческого коммунистического отряда. Здесь лежат подарки для детей, которые мы передадим. Здесь лежат маск-халаты, которые пойдут на батальон Александра Невского. И продукты питания к столу бойцов, к новогоднему столу. Вот. Все получено. Все будет сейчас перенесено на склад и передано в руки. Так как мы стоим на передовой, для дебальцева тут... Желательно обзойти. Несколько километров. Больше тут утечь некуда. Дальше передовой никуда не уйдет. Я бы так не придумал. Спасибо большое. Спасибо всем. Вот так наши бойцы на комиссаровке готовят себе поесть. На костре, в кастрюле. Здравствуйте. Расскажи, чем тебя покормили ополченцы? Значит, на первое суп из ставрида. Картошка там, ставрида, морковка. Очень вкусный суп. Да, как уха сделано. На второе там макароны по-флотски и чай вот. С пирогом. Новогодний. Ну, уже доедаем, так сказать. Хороший пирог. Очень-очень все нормально понравилось. Вот валенки. Поехали. Сейчас мы их отвезем на Ановку. На блокпост парня. Как вы здесь? С Новым Годом. Правильно. Все, давай, шоу. Ну что, привезли гуманитарку вам. Сейчас, ребята, да. Да, да. Подъелочь. Все как положено. Все как положено подъелочь. Ребят, и тогда потихонечку продукты подкросят. А сейчас печенье и конфеты поедут. Сухофрукты. Это вот мешок с мас-халатами. Тут 45 штук. За обувь большое спасибо. Ребята очень рады. Потому что очень холодно. Печенье и конфеты. Томатная паста. Паштет, томатная паста, шоколад. Да. А что это вы пишете? Это мне за бензинчик отсчитываться. Ага. А сколько вам бензина дают на одну машину в день? Скажите. Короче, я так скажу. 10 литров нам дают. На двое суток. 20 литров мне заправили. Мне не автобус не прогреть, ничего. Солчевска на 100 километров, в общем. 20 литров мне заправили. Хлопцы из этого бензина ходят. Не хватка бензина. Хлопцы ходят пешком на боевые позиции. Вот. За нехватки бензина. Пешком ходят. Зимой. Старшина. Скажи, пожалуйста, в чем остро нуждаетесь? Сильно? Да. Ну, вообще, очень много хлопцев бесспорно. Таких вот именно вновь прибывших нет. Обуви не было. Вот это сейчас пока московатые, в принципе, есть. Ну, а так, вроде, слава богу, по быкам. Моющей хлорки нету такого ничего. Ни хлорки, ни моющего посуды. Именно для этого. Вам негде греть воду? Нет, у нас воды даже нет. Мы воду возим каждый день. То есть, потому что нам выдают 10 литров, например, на два дня бензина. Мы возим воду. Ездит машина, привозит воду. Пьем, моемся. Все делают так. Иногда бывает, раз в три дня там включают, но это только для технических нужд. Для отопления, для всего. А так все. В три дня, я не знаю, что. Что ты засмущаешься? Да. Учет. Вот это вот сейчас мы привезли. Ребята согласны с тем, что это привезено. И они по накладной расписываются. Вот ломоватка. Вот тут расписываются. Да, да, да. Здесь она в кауче. Вот поэтому все идет с учетом строевок. Только сколько людей у нас на каком отделении есть, мы туда столько вещей и завозим. Чтобы люди были одеты. Все люди, чтобы были одеты. Давай, давай. С учетом нового. Ну, как-то так. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо.